Приветствую вас на моем втором канале. Буквально неделю назад в интернет просочилась видео, схема и 3D модель одного нового вечного магнитного двигателя, который по заявлению самого авторитетного новостного канала в области вечных двигателей работает с вероятностью 1375%, ну где-то так, что согласитесь немало. Более того, также по авторитетному заявлению этого канала схема этого двигателя настолько проста, что ее сможет изготовить даже школьник. Ну, насчет схемы, конечно, спорить не буду, а вот насчет того, что может изготовить школьник, у меня, конечно, большие сомнения. Я не представляю, как схема этого двигателя могла бы сегодня отвлечь школьников от их современных телефонов, но не суть. Так же авторитетно с этого канала бросили мне вызов, чтобы я взял и проверил эту схему, так сказать, на работоспособность. Ну надо же. Честно говоря, ни выход какого-то видео со схемой нового вечного в интернете, ни тем более вызов с этого канала, естественно, не смогли бы оторвать меня от моих супер важных дел по изготовлению новых вечных двигателей. Но тут вмешался человеческий фактор, то есть вы. Вы стали присылать мне ссылки на видео, а также просьбы все-таки сделать и проверить эту модель. Причем писем, просьб было так много, что я понял, тема действительно людей интересует. И не потому, что эта схема настолько проста, что ее может повторить школьник, а потому, что ее устройство все-таки перекликается вот с тем интересным эффектом, который я показал пару роликов назад. Помните, да, вот эта вот гантелька, которая катилась вдоль магнитной дорожки. Здесь та же самая ситуация, просто здесь магнит один цилиндрический как бы вращается, ну то же, что и катится вдоль двух дорожек магнитных, то есть тот же самый принцип, но как бы немножко модернизированный, то, о чем вы не многократно писали. Ну, во-первых, больше магнитов стоит вот на этом обруче. Этих обручей четыре, плюс каждый магнит сдвинут в следующем обруче на двадцать два с половиной градуса, то есть вот так вот равномерненько, что как бы может позволить преодолеть вот эту критическую зону, мертвую точку, которую мы так долго обсуждали и искали способ, как же ее преодолеть. Поэтому у меня просто не было выбора другого, кроме как взять и проверить эту схему. Вот, пожалуйста, встречайте. Давайте посмотрим, как я это все делал. В оригинальном исполнении этого двигателя использовалась серая канализационная труба. Но, к сожалению, у меня такого девайса не нашлось, поэтому я использовал то, что есть. Я взял вот такую бобину картонную от виниловой пленки. Но, я думаю, сильно этим я конструктив не нарушил. Тем более, что на такой трубе было очень удобно сделать разметку. Смотрите, я сделал сразу точную разметку под четыре обруча с магнитами, которые сядут сюда. А также вот поперечные линии, которые делят этот барабан на 16 частей. Сделать это было, кстати, очень непросто. Поверьте мне. Практически забытая технология. Естественно, эту трубу нужно было по бокам чем-то заглушить. Поэтому я на 3D принтере напечатал вот такие красивые зеленые заглушки. Обратите внимание, у них по центру сделаны посадочные места под подшипники. То есть, я постарался свести буквально к минимуму любое трение в этой конструкции, обращая ваше внимание на такие детали. Посмотрите, как это все легко крутится, даже у меня в руках. Далее я сделал два вот таких красивых поддерживающих кронштейна. На них, собственно говоря, и будет опираться весь этот барабан. Одним верхним концом они вставляются в подшипник. в боковушке. А снизу они будут на двухсторонний скотч крепиться к подставке. Посмотрите, уже это так смотрится интересно. И свободно крутится. Но просто приятно. Следующая очень важная деталь в этом двигателе это обручи, куда будут вставляться роторные магниты. Они должны быть сделаны идеально. Как видите, я распечатал их на принтере и у них магниты стоят четко через 90 градусов. Но большей точности, по-моему, уже добиться невозможно. Смотрите, как это все прекрасно одевается на этот барабан. И так же я их могу очень легко передвинуть на любое место и выставить в любом положении. Чтобы магниты стояли на тех местах, которые предусмотрены в схеме этого двигателя. Ну и, пожалуй, последняя деталь в этом двигателе это держатели для магнитных дорожек. Их должно быть 5 штук. Смотрите, я предусмотрел, чтобы они были такого открытого вида. Чтобы было видно, как туда помещаются магниты. И, естественно, они тоже будут крепиться к подставке на нужных местах при помощи двухстороннего скотча. Смотрите, как магниты туда легко входят и становятся на свое место. Когда все детали были готовы, осталось только точно разметить места, на которые нужно будет приклеить вот эти дорожки-держатели для магнитов и боковые кронштейны, поддерживающие вращающийся барабан. Очень важно, чтобы роторные магниты на вот этих вот обручах проходили строго по центру между магнитными дорожками. Ну, если вы умеете пользоваться линейкой, то, я думаю, это вам будет сделать не сложно. У меня это получилось практически идеально. Далее при помощи двухстороннего скотча приклеиваем на свои места дорожки с магнитами и боковые кронштейны. Ну, это вообще элементарная операция, но опять же, при соблюдении точности, смотрите, как это все идеально вращается уже в сборе. Теперь осталась последняя операция, установка магнитов. И вот здесь нам нужно ориентироваться на те схемы, которые были выложены в интернете. Обратите внимание, нижние дорожки с магнитами установлены, чередуясь красная-синяя, красная-синяя, красная-синяя. Поэтому здесь все очень просто. Вставляем в каждую дорожку по 6 магнитов для начала. Каждый магнит у меня диаметром 10 мм и длиной 15 мм. Итого получается одна дорожка длиной 90 мм. Ну, так себе, и не много, и не мало. Начнем пока с такой длины. А вот с роторными магнитами вышла незадача. Обратите внимание, на одной схеме они стоят, направленные одним и тем же полюсом в одну сторону, так? Но на 3D анимации можно заметить, что они уже чередуются от обруча к обручу. Так спрашивается, как же они должны стоять на самом деле? Я пока не знаю, но мы люди не гордые. Мы проверим эту схему и так, и так. Перед началом испытаний давайте проверим, правильно ли у нас выставлены магниты. Я специально сделал вот такой проверочный магнит, который с одной стороны синий, а с другой красный. Давайте проверим установку магнитных дорожек. Синий, красный, синий, красный, синий. Магнитные дорожки выставлены правильно, чередуя полярность. Причем такая же очередность присутствует в обеих схемах. А вот с роторными магнитами давайте начнем пока месть со схемы, когда они смотрят одним и тем же полюсом в одну сторону. проверяем первый обруч, синий, синим, синим, синим. Синий, синий, синий. Я делаю это так дотошно, чтобы потом не было обвинений в мой адрес. Пожалуйста. Все четко по схеме. Ну что, попробуем запустить. Да что ж такое, останавливается. Может быть я не в ту сторону его крутнул. Давайте в эту подтолкнем. Увы, остановка. Не хочет. Странно. Все сделано идеально. Ну, мы пока не сдаемся. Давайте я сейчас переставлю роторные магниты во втором кольце и в четвертом. Поменяю направление их полярности. Возможно в этом причина, потому что было бы конечно логично. Если снизу идет чередовка полюсов, то и здесь должно меняться. Может быть просто на схеме было как-то изображено неправильно, но в спешке рисовали. Ну вот, я произвел замену во втором и в четвертом обруче. Проверяем. Проверяем здесь синий, красный. Так, здесь опять же синий. Я просто его бросаю, чтобы вы не думали, что я каким-то полюсом специально приложил синий и здесь неудачно летнет. Ну, короче, красный. Все, чередуются. Ну что, кульминационный… А, кстати, могу проверить еще. Смотрите, здесь я ничего не менял. Ну что, поехали… Что за биение… Секундочку, чуть-чуть сдвинулась… Так, проверим… Направление четко. При смене магнита, видать, я чуть-чуть сдвинулся с центровки. Может быть, из-за этого не работает. Еще раз… Но, увы, не помогло… Но я старался как мог. В другую сторону… Смотрите, они движутся четко по центру между дорожками. Надеюсь, будет видно… То есть, с разметкой все более-менее точно. Я не знаю, как кто-то еще сделает точнее… Но, увы, результата желаемого, как вы видите, нет. Так. Ну, остается последний вариант. У меня есть еще 10 вот таких же магнитов 10х15 и я могу добавить по одному магниту с каждой стороны. Таким образом, у нас уже будет длина дорожки не 9 см, а 12. Ну, 12 – это хорошее число. Должно повести… Давайте попробуем… Так, есть… Так… Ну-ка… Последняя надежда… Пробуем на себя… Нет… Нет… Чуть сильнее… И все равно замедление… Вы видите? Вращается довольно легко. То, что вы видели в начале ролика, было именно вот такое вращение. Я могу показать, что у меня тут никаких стопоров нет. Здесь подшипник и здесь подшипник. И я точно так же возьму. И вот точно так же он будет вращаться у меня в руках. Вот эти дорожки. Сделано идеально. Но куда еще лучше. Но я предчувствую, что здесь скорее всего нужна какая-то еще более тонкая, более сложная настройка, возможно, самих магнитов. И тонкости этой настройки известны, похоже, только самому автору этой конструкции. И вот почему. В начале ролика я не сказал, что автором этой конструкции является Никита Логинов. Это он выложил в интернет ее схемы, 3D-модель. Это о нем говорил авторитетный владелец канала о вечных двигателях. Но что сказать. О Никите Логинове я знаю давно. Я с ним знаком уже около двух лет без малого. Ну как знаком. По переписке в интернете, конечно, в ВК. Он давно присылал мне разные схемы с магнитами. Эту конкретно не присылал. Но однозначно была вот эта схема с магнитом, который пролетает возле двух магнитных дорожек. То есть практически то же самое, что я показал с Гантелькой. Только там одна магнитная дорожка, а здесь две. Поэтому надо отдать, конечно, должное его авторству. То есть он раньше об этом заявил. Но я как-то не придал этому значения. Потому что как бы был убежден, что любая вот такая вот система типа вот этой вот елочки. Да, вот хоть она и пролетает. Все равно ее как бы закольцевать невозможно. Поэтому как бы внимание этому не придавал. Вот. Но на том как бы и все оставалось. Но после того, как я выложил недавно вот этот ролик с Гантелькой, все резко изменилось. У Никиты появились на его канале два или три ролика вот именно с готовой вот такой вот уже моделькой из канализационной трубы с вот этими магнитиками. Но что меня поразило, конечно, когда я сразу это все увидел, когда он мне это все показал. Вот он сказал, что я повторил как бы его вот этот вот принцип. Эти ролики ну просто невозможно смотреть. Это какой-то адовый трэш. Во-первых, они очень коротенькие. Ну не больше минуты, а то и секунды, где он просто вот так вот показывает, что оно вращается. То есть то же самое, что я показал в начале. Плюс это все снято на непонятно что. Качество отвратительное на телефон. Телефон какой-то модели непонятно. Он снимает плохо это раз. Но другое то, что Никита одной рукой держит этот двигатель, а другой снимает, держит телефон. И это все вот так вот прыгает. Это ужасно. Смотреть это невозможно. Но это тем не менее не помешало вот авторитетному каналу о вечных двигателях на всю вселенную заявить, что все это работает. Эта схема как бы стопроцентно рабочая и так далее. И после чего, как говорится, вы и начали мне писать, чтобы я все это проверил. Ну и раз уж поднялся такой ажиотаж, естественно, я решил как порядочный человек связаться с Никитой и узнать как бы побольше об этом всем, что я и сделал. То есть я ему предложил, давай я проверю это все. Уж коль ты это все выложил, плюс ты уже начал общаться даже с людьми в интернете по скайпу и давать советы, как правильно сделать этот двигатель, как его настроить, то почему бы тебе не переговорить со мной, не передать эту информацию. Тем более, что ты это все как бы делаешь открыто и заявил, даже мне писал, что не хочешь с этого иметь никаких денег и так далее. Вот на что надо признать Никита, конечно, да, согласился, и сказал, да, давай, без проблем, все такое. Но все же это происходило в виде переписки. Дело в том, что мне нужно было поговорить по скайпу. Ну хорошо, мы договорились поговорить по скайпу. Но опять же, ситуация какая. Я в начале недели, сначала с понедельника начинаю Никиту ловить в интернете. Никита, ты где? Давай поговорим. Вот в течение дня я несколько раз ему пишу. Я Никиту застать не могу. То есть, я вот сижу возле компьютера, его нет. Потом я ухожу по делам, прихожу, смотрю, он оставил сообщение. Я был на месте, там тебя не было и так далее. Ну давай там чуть позже. Я с ним связываюсь, опять его нет. В скайпе его нет, там его нет. Я ухожу. Короче, вот получается какой-то сломанный телефон. Мы никак не можем пообщаться. И я уже начинаю подозревать, что Никита превращается в какого-то такого неуловимого Джо. И вот понедельник, вторник, среда я не могу его отловить. Да что ж такое? Никита говорит, что у него работа там, много дел и так далее. Но я, конечно, могу его понять. Но если бы я изобрел вечный двигатель, то я бы, наверное, все-таки отложил работу куда подальше. А занялся вот этим проектом, довел его до ума, как нужно его подал людям. И потом бы у меня уже стояла очередь из вот этих инвесторов, которые могли бы обеспечить всю твою дальнейшую жизнь. Но, я так понимаю, Никита, конечно, не такой, не из тех. Никита, возможно, такой уникальный человек. Знаете, как вот есть вот эти вот великие ученые чудные, которые там о великих материях рассуждают. Но вот на бытовом уровне они очень примитивные. Они там элементарных вещей сделать не могут. Как, например, вот Никита. Вечный двигатель придумал, вот все работает. А вот как это все снять, он не знает. Ну, такое тоже бывает. Ну, мало ли. Я просто, Никита, чисто по-человечески хочу дать тебе вот такой совет. Бесплатный. Чтобы тебе не ходить на курсы видеомонтажа, я предлагаю тебе сделать ролик об этом двигателе. Вот, чтобы как бы о себе авторитетно заявить. Самым примитивным способом. Вот нет у тебя камеры, нет штатива. Но зато у тебя есть двухсторонний скотч. Вот лови мысль. Берешь кусочек двухстороннего скотча. Я видел, ты на него клеишь магниты. Берешь его и клеишь на стену, прямо над столом у себя. Видел, у тебя стол там все. Потом на этот скотч ты клеишь свой телефон. Настраиваешь немножко его только так, чтобы он снимал твой стол, стоящую модель и твои руки. Лицо даже снимать не надо. Не надо. Потому что, знаешь, там нефтяные магнаты и все такое. Мало ли там чего может быть. Но, ты должен начать ролик с того, что вот у тебя стоит модель и она работает. И причем работать она должна, ну, там, хотя бы минут пять, а лучше десять. Вот ты можешь ее как-то покрутить, повертеть. Но чтобы люди видели, что она не теряет обороты. И в этот момент ты должен что-то рассказывать своим голосом. Но можешь автобиографию свою рассказать. Это потом кому будет очень интересно. Но чтобы вокруг не было постороннего шума. Чтобы не работал какой-нибудь телевизор на всю громкость. Как там есть один любитель снимать свои поделки вечных двигателей. А вокруг телевизор так орет, что совсем абсолютно не слышно, как работает моторчик в этом двигателе. Ты должен как бы презентабельно доказать, что это все у тебя работает. Вот оно поработало пять-десять минут. Ты должен ее разобрать и показать, что нет ничего внутри. Объяснить принцип работы. Потом снова все собрать и запустить. И чтобы оно еще проработало там минут пять-десять. То есть смотри. Весь ролик у тебя может затянуться минут на двадцать, максимум полчаса. Полчаса из твоей гениальной жизни. Вот выдели и твоя жизнь коренным образом изменится. Ты добьешься славы, денег и всего что угодно. Полчаса и тебе не нужно будет больше ходить на работу. Твоя семья будет обеспечена на всю жизнь. Но полчаса выдели, сними качественный ролик. Он взорвет интернет. У тебя инвесторы будут стоять и биться в очереди за дверью. Предлагая там свои миллионы. Миллионы. Да. Не больше не меньше. Но. Вот что-то мне подсказывает, Никита, что ты не сможешь снять такой ролик. И не потому, что у тебя не хватит возможности или скотча для того, чтобы подвесить камеру. Может быть такое, что вот взял и скотч кончился, чтобы камеру, фу, телефон прикрепить. Такое тоже бывает, конечно. Ну вот смотри, Никита. Ты даешь советы, как сделать этот двигатель по интернету. Вот мне по скайпу присылают видео того, как ты настраиваешь этот двигатель. Это просто какой-то сюр. Вот опять же, Никита у себя на коленях, держит вот эту канализационную трубу. И одной рукой пытается магнитик там настроить, а другой опять же снимает. Опять все вот такое. Я когда это все увидел, чуть со стула не упал. Вот это точная настройка твоя, этого двигателя. Ну я не представляю, Никита. Вот честно, вот сейчас у тебя три варианта. Три. Первый вариант, это вот как я сказал, показать ролик и доказать всем, что ты не балабол. Просто. Не доказать, что ты говорил правду им, мне вот в тех письмах писал, говорил, что это все правда, что это все работает, что у тебя там столько-то моделей, что ты единственный, кто понял принцип работы магнитов. Ну я-то для себя уже вывод сделал, понятно. Ты просто тех людей, так сказать, им ответь. Потому что многие из них уже начали делать твою модель. И вот когда они столкнутся с тем, что она не работает, они тебя не будут проклинать, как минимум. Как минимум. Поэтому. Либо снимай быстрее видео. Либо, ну тебе нужно просто куда-то исчезнуть, вообще пропасть, чтобы тебе быстрее забыли и не знали. Либо вот третий вариант остается, это когда вот съезжать отмазками на то, что вот никто не может настроить этот двигатель так, как ты вот показывал у себя там, настраивая на коленках вот этот вот цирк. Я не знаю, какой вариант ты выберешь, но, скорее всего, ролик ты снимать не будешь. Скорее всего, ты упадешь на отмазки. Но это твое личное дело. Это твой личный выбор. А я вот то, что хотел сказать об этой конструкции и о тебе лично, я сказал. Это мое мнение. А все остальное пусть скажут о тебе те, кто попытается это все сделать, потратить деньги на магниты, а в результате ничего не получит. Вот и все, что я хотел рассказать в этом ролике. А я не прощаюсь, а расстаюсь с вами до следующего интересного ролика о вечном, надеюсь, уже работающем двигателе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok